Вера Станишевская Вера Станишевская Вера Станишевская Вера Станишевская Ну вот уже 24 года в этом году, как я занимаюсь выставочной деятельностью, и 24 года мы знакомы с Верой. И сделано было столько выставок различных, просто и в разных странах, и в городах. Но вот персональной выставки еще не было. Вот то, что мы сделали с Верочкой, это как бы такой первый опыт. И это была моя мечта, на самом деле, все эти годы. Я мечтала, потому что групповых выставок не сосчитать даже. А то, что Верочка вот как бы показала себя как художник, такой независимый. Это мировой художник, на самом деле. Это мировое имя таких художников, как Вера, очень мало у нас даже и в Эстонии, и вообще в мире. И надо ценить, и беречь такое искусство, и саму художницу, потому что это мировое искусство, на самом деле. А как Эстонии это мировое искусство досталось? Ведь вы родились в Красноярске, живописи учились в Кишиневе. Как вы в Эстонии пока? Я родилась действительно в Красноярске, потом мои родители переехали, и меня маленькие, конечно, перевезли на Украину. Но когда я вот уже поняла, что я хочу учиться профессионально искусству, я не хотела учиться на Украине, а решила учиться в Кишиневе. Это там недалеко. Можно было учиться в Одессе, можно было в Кишиневе. Я выбрала Кишинев, и мне очень повезло, потому что у меня оказался первый учитель настолько любящий графику, что он привил и мне эту любовь. И я очень благодарна судьбе и, конечно, моему первому преподавателю, который познакомился со всеми видами графики. И вот, как вы видите, я до сих пор работаю в этом, и, мне кажется, занимаю какое-то определенное место в нашем, конечно, таком графическом мире. Ну, все-таки благодаря правильному выбору. Но уникальность вашего творчества как раз заключается в том, что вы можете творить в абсолютно разных стилях, в разных жанрах, писать картины. Какие еще картины вы создаете? Я так понимаю, что акварель посвящена все-таки каким-то светлым чувствам, раз вы говорите вот о данной выставке. Ну, начнем с того, что я училась здесь, в Эстонии. Тогда это назывался художественный институт, а сейчас это кунстерская академия. И, конечно, у нас базовое образование было очень хорошее. То есть у меня Кишиневское училище, потом здесь институт. Это очень хорошее образование. А потом я же прожила всю жизнь с выдающимся художником. И когда ты живешь и работаешь под присмотром такого мастера, то это невольно, конечно, откладывает, во-первых, на тебя ответственность, а во-вторых, дает огромный опыт. По профессии я вообще график-книжник. Я занималась очень долго иллюстрацией, работала в издательстве «Стерамот», да и сейчас занимаюсь именно оформлением книг и иллюстрированием. Помимо того, я еще, конечно, делаю свободные работы. Но это по настроению, когда ты чувствуешь, что можно лучше передать, каким материалом. Потому что масло, акварель или график – это всего лишь материал. И ты просто повинуясь внутренней задаче, какой-то внутреннему настроению своему, ты выбираешь тот материал, который лучше подойдет для вот этого, этой темы, для этого образа. Мне, конечно, хорошо, что я могу так легко варьировать, выбирая себе совершенно разную технику, какая мне в данный момент подходит. То есть можно брать графические работы, можно брать акварель или масло, если этот формат выставки или тема больше соответствует маслу. Ольга, что сегодня является лучшим способом продвижения для художника? Это галереи, это личные знакомства, интернет? На самом деле, каждый художник выбирает сам для себя путь, да, и какую он ставит цель перед собой. Если он желает остаться в мировом искусстве, да, и оставить свой след, то он, конечно, должен работать для того, чтобы остались его работы в музеях. Потому что только музеи сохраняют или серьезные частные коллекции. Это одна работа. А если художник работает для себя, для друзей, для зрителей, да, и для выставок, то это, конечно, нужно работать, наверное, с галереями, надо делать выставки, надо искать единомышленников, те, которые, зрители, те, которые также видят этот мир, как сам художник. Часто можно услышать от творческих людей, не только художников, которые пишут картины, но и создают любые другие произведения искусства, что, да, их учат, например, в институтах, в университетах творить, писать, но не учат, каким образом преподносить свою работу публике, каким образом продавать свои картины, но ни для кого не секрет, что все-таки художнику важно как-то прожить и заработать себе на хлеб с маслом. Каким образом здесь можно помочь художникам? Ну, конечно, художник должен творить на самом деле, да, и должны быть такие люди, может быть, вот как я, отчасти, которые помогают, и я знаю точно, вот уже имея такой опыт огромный, просто огромный опыт, что любого художника можно сделать знаменитым, надо только, ну, просто выполнить определенные пункты, как я всем говорю, 25 пунктов надо выполнить, и если ты один хотя бы пункт пропустишь, тогда может быть и не быть этого успеха. Но, конечно, это большая работа, огромная работа. Но без таланта все-таки никуда. Нет, ну без таланта, конечно. Не каждого, конечно, не каждый, кто называет себя художником. Нет, нет, конечно, талант — это прежде всего, и это такое еще доверие художника и галериста, например, это очень важно, да. А вот посоветуйте, если обычный человек, который не особо разбирается в искусстве, хочет купить картину себе домой или в подарок, вот как не промахнуться, на что обращать внимание? На самом деле, как показала статистика, ведь только 7% людей в мире разбираются в искусстве. Остальные 93% действуют по ощущениям, по настроению, по своему велению, по сердцу. Я всегда говорю, что приходите на выставки, не доверяйте интернету. Потому что это уже тоже правило доказанное, что хороший художник всегда проигрывает и в интернете, и в печатной продукции. Они очень талантливы, он выигрывает, поэтому нужно приходить на выставки и почувствовать вот эту энергетику. Это как первая любовь, как любовь с первого взгляда. То есть какая-то химия срабатывает, и ты понимаешь, что это твое произведение, и что ты будешь потом с ним жить. На самом деле действовать просто по своей душе и по своему сердцу. И приходите на выставку. Напоминаем, что выставка «Личное пространство Веры Станишевской» открыта в Центре русской культуры до 15 мая. А у нас в гостях сегодня была сама Вера Станишевская и Ольга Любаскина, член Международной ассоциации искусствоведов и организатор выставки. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok